МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Городская среда». Но сегодня вниманию наших зрителей мы предложим не традиционный разговор о проблемах молдавских городов. Будем говорить о городе Сочи, южной столице России, которая буквально недавно принимала у себя многотысячный всемирный фестиваль молодежи и студентов. 30 тысяч молодых людей со всего света обсуждали будущее мира, в котором им предстоит жить. У нас в гостях председатель Национального подготовительного комитета Республики Молдова и глава молдавской делегации Никита Цуркан. Здравствуйте! Здравствуйте! Принято считать, что молодежный форум, который прошел в Сочи, это пример народной дипломатии поверх официальных структур государств, которые были представлены на этом фестивале. Ведь участники фестиваля, они только сегодня еще студенты, учащиеся, а завтра это люди, которые станут государственными служащими, депутатами парламента, станут теми, кто будет управлять и влиять на жизнь в своих государствах. Удалось ли почувствовать момент отсутствия границ между участниками этого фестиваля, отсутствия границ, которые существуют между нашими государствами? Удалось ли на площадке фестиваля в Сочи размыть эти границы, объединить мир в одном конкретном месте? Смотрите, в первую очередь надо отметить, что участники фестиваля это были молодые люди в возрасте от 18 до 35. Там были как начинающие, так и политики, журналисты, ученые, технарии и так далее. Люди там были абсолютно разных направлений, включая, соответственно, и вероисповедание, и национальности, это понятно. И границы, на самом деле, ее как таковой не чувствовалось, потому что много об этом писали СМИ, много об этом говорилось и на площадках форума. Люди, когда стояли в очередях куда-либо, неважно, там, с экипировкой, в столовую или просто на лекцию, они знакомились друг с другом. То есть я там, например, в очереди познакомился с парнем с Панамы, с девочкой с Мозамбика. То есть просто мы стояли в очереди, начали разговаривать между собой и знакомиться. И это тоже вот как раз, что зарождается в подобного рода фестивалях, это отсутствие абсолютно любых границ, языковых барьеров и так далее, тому подобное. То есть были люди, которые плохо понимают английский язык, были люди, которые, понятное дело, не понимают русский язык. И всегда на помощь приходили там какие-то третьи лица, которые помогали, переводили и одному, и другому, и общались, и сидели вечером, понятное дело, вопросов языковых вообще не было, потому что люди понимали друг другу с полуслова. То есть на каких-то там кинопоказах, вечеринках, дискотеках, там ежедневно Куба радовала весь фестиваль в квартале. Нам, к сожалению, повезло. Почему к сожалению? Потому что это было каждый день очень громко. Куба жила в отдельном доме, они вывешивали флаг, выносили колонки, которые они привезли с Кубы, и включали свою музыку, и съезжался весь фестиваль для того, чтобы поучаствовать в их вечеринке. И это всегда было очень громко, было очень много людей. Я так, с улыбкой говорю о том, что, к сожалению, на самом деле, это было очень круто, очень много интересных знакомств, как формальных, так и неформальных. Ну, традиционный вопрос вот любому участнику того или иного события. Вот ваша оценка организации и вот работа вот этого института волонтеров, служба, которая была организована на площадке Сочи. Ну, я тут справедливо отмечу, что приехало на несколько тысяч участников больше, чем ожидалось. То есть российские организаторы к этому не были готовы, к тому, что приедет больше, то есть они заранее планировали себе какой-то определенный процент, что приедет больше. Вот даже с учетом того, что они планировали, приехало еще больше. Если не ошибаюсь, там, по-моему, на 8 тысяч, на 7-8 тысяч больше участников приехало. Соответственно, появились, даже я не назову это проблемами, это просто появились небольшие, скажем так, запинки в логистике, что было связано. То есть людям немного дольше выдавали аккредитации, потому что каждого надо было проверить, каждого надо найти. Выдавали чуть дольше какие-то там экипировку. Ну, это человеческий фактор. Это не то, что влияет на фестиваль, что ты просто становишься и начинаешь, не знаю, там, грустить, писать гневные посты. То есть 8 тысяч футболок еще надо было дополнительно. Да, ну, то есть я же говорю, тут везде человеческий фактор, и люди, которые хотя бы раз принимали участие в организации подобного рода мероприятий, я имею в виду, то есть фестивали как такового, они понимают, что это значит. Если мы говорим об институте волонтерства, тут тоже надо отметить, что впервые, ну, то есть на неспортивных мероприятиях, это был поставлен рекорд по количеству волонтеров, такого не было нигде. Ну, то есть понятно, что мы сейчас не говорим ни про Олимпиаду, ни про чемпионат мира по футболу и так далее, тому подобные, то есть спортивные какие-то мероприятия. Это вообще, то есть это молодежные мероприятия, где принимали участие даже волонтеры ООН, это тоже такого никогда не было. Там были люди от мала до велика, то есть были и пожилые волонтеры, люди, которые были на параде, на фестивале в 1957 году, вы понимаете? Который проходил в Москве, если не сказать. Да, тоже в Москве, то есть это люди, которым под 80 лет, они волонтеры, они принимали участие, они подбадривали тоже участников фестиваля, говорили им какие-то, то есть давали напутствие, что надо делать вечером, куда надо идти, на какие лекции они считают, нужно пойти. То есть это своего рода была такая, как большая семья, я говорю про волонтеров, это титанический труд на самом деле, потому что ребята улыбались с утра до поздней ночи, они отвечали на все вопросы, которые им задавали участников, а вопросов, поверьте, было очень много, начиная от того, куда пройти, вопрос, когда прийти, когда будет автобус, чтобы понимали, на территории всего Олимпийского парка ходили автобусы, то есть участники могли отъехать от одной локации до другой на автобусе, это колоссальная территория, мы первые 4 дня ходили пешком до места, где у нас было, до главного медиа-центра, вот от нашего дома, где мы жили, мы жили очень близко. Вы не знали про автобусы? Нет, мы знали про автобус, что он едет до центра аккредитации, там, где надо пройти проверку, и потом ты заходишь на территорию Олимпийского парка, уже по бейджу только. И мы не знали, что можно подъехать с другой стороны, и мы вот 3-4 дня ходили пешком, вот мы только 10 километров в одну сторону надо было идти, то есть в средний там в день мы проходили, у меня там показывал счетчик 30 километров, там 32 километра, то есть нахаживали, но это было забавно, то есть мы никуда не спешили, мы шли и с утра завтракали, и шли со всей делегацией на лекции, а потом уже расходились. Ну вот о программе фестиваля, чем был заполнен ваш день? Я так понимаю, что были семинары, были встречи, о чем говорили? Какая-то изюминка этого фестиваля, если я не ошибаюсь, вот один из такой вот необычности было то, что участники фестиваля побывали в самых разных городах России, вот если можно поподробнее. Ну давайте начнем сразу с региональной программы, у нас было от Молдовы более 300 человек посетило сам фестиваль, из которых, то есть наша делегация была наравне с Беларусью, то есть мы были одними из самих представительных делегаций нашей страны на этом фестивале. Кроме этого, наша делегация была самая представительная в региональной программе, то есть 85 молодых ребят разъехались по всей России от Калининграда до Владивостока, то есть они там находились три дня, им показывали город, область, они узнавали Россию, не в Сочи, скажем так. То есть у нас ребята были, наверное, везде практически, ну не во всех городах, конечно, к сожалению, но вот они где выбирали локацию, что они хотят увидеть, туда они полетели. То есть во время фестиваля успевали сейчас слетать во Владивосток и обратно. Да, они 14-го числа улетели, например, во Владивосток, и 17-го числа рано утром они уже были в Сочи опять. И вот я же говорю, у нас были ребята в Петербурге, в Калининграде, во Владивостоке, в Ярославле, в Новгороде, в Красноярске, в Новосибирске, в Казани. Ну, то есть это поражает географию. Ребята приехали с кучей впечатлений. А, Оренбург еще был. В Оренбурге дарили пуховые платки. Девочки вообще приехали очень довольны тем, что еще... То есть в каждом регионе ребята популялись с подарками. Их встречал глава города, глава области. То есть с ними общались, их были на встречах разного рода. То есть ребятам хотели максимально показать Россию изнутри. Это что касается региональной программы. Вопрос о программе как таковой на фестивале. Мне кажется, даже самый изощренный и, скажем так, какой-то сноб нашел бы себе что-то интересное, куда бы он мог пойти. С утра было огромное количество площадок, начиная от танцевальных зарядок, йоги, кроссфита. Можно было сдать нормы ГТО, можно было поучаствовать в забеге. Выдавали свидетельства? Да, выдавали значки, выдавали медали памятные, то есть давали сертификат и все, все как положено. Это, то есть утром были танцевальные зарядки, зумба. То есть куча всего для разного, абсолютно разного направления. Также потом, то есть когда уже после утра, все площадки стартовали в 9 утра и начинали, соответственно, лекции. Были, конечно, топовые вещи у нас. Это в 9.30 обычно начиналась топовая лекция с утра. Она первая шла. Такими примерами я могу назвать министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Это была первая топовая лекция, где люди стояли в очереди, наверное, просто там час, чтобы ввасть на его лекцию. Потом был Герман Греф, глава Сбербанка. Был топ, ну, конечно, Жириновский, понятное дело. Михалков, потом кто? Не Михалков, простите, Меньшиков. И, ну, и топ, конечно же, сорвал Ник Вуйчич. Люди занимали очередь для того, чтобы попасть к нему на лекцию в 3 часа утра. С 3 утра люди стояли в очереди, и дополнительно организаторы попросили, он провел еще одну лекцию, потому что было огромное количество участников, желающих попасть на его лекцию. И он провел две подряд. Это было что-то... Ну, а, ну, и, конечно же, был Безруков. Безруков и Фредерик Бекбедер тоже, они там просто колоссально что-то происходило. Люди, там, по 3-4 тысячи участников стояло в очередь, чтобы только послушать. Ну, помимо встреч с теми, кого, в общем-то, ни с кем не перепутаешь, какие еще были семинары, о чем говорилось? О чем хотели говорить участники фестиваля? Ну, было, на моей памяти было 7 направлений, о которых можно было разговаривать. То есть было направление политология, было Нью-Медиа, то есть СМИ. Было направление экологии, было направление публичной дипломатии, было техническое направление, то есть связанное с развитием технологий, каких угодно просто. И была отдельная площадка, которая была посвящена 100-летию революции. То есть там вообще фестиваль был посвящен в этом году памяти Фиделя Кастро и Эрнесто Че Геваро. То есть как-то вот так организаторы подготовили. Теперь понятно, почему кубинцы-то празднули каждый день. Да, кубинцы каждый день отмечали эту дату. Но любой, абсолютно любой человек мог выбрать... То есть я, например, записался на лекции, связанные с политикой, но я ходил на многие лекции, связанные, например, с Нью-Медиа и с технологиями, потому что мне было это интересно. То есть площадок было огромное количество. Параллельно шло буквально там, не знаю, 10-15 лекций. И самая большая проблема, которая возникала перед участником и передо мной лично, это как успеть посетить лекцию, которая проходит одновременно в одно и то же время. То есть тяжело было. Мы там ухитрялись за час посетить по три лекции, послушать, потому что это правда было интересно и жалко было тратить время только на одного какого-то спикера при всем уважении к нему, но хотелось послушать где-то отрывками. Там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, потому что это тяжело. Вот просто я даже не могу объяснить словами, насколько это было тяжело перемещаться с точки на точку, потому что везде была очередь, везде, везде ты даже если записывался, в первый день попробовали по записи проходить. Не получилось по записи, потому что огромное количество, опять же, желающих было посещать точки. Были развлекательные мероприятия, которые проходили. То есть сама информационная наполняемость была фестиваля, то есть каждый день с 9 утра до 7 вечера. То есть без перерыва шли лекции. После 7 вечера уже шла развлекательная программа, были кинопоказы. То есть вот мы были, например, на кинопоказе фильма «Гоголь», где был режиссер, который рассказывал, как это все происходило, ему задавали вопросы, был просмотр фильма полностью, потом он отвечал еще раз на вопросы участников. То есть это было очень-очень круто. Был Федор Бондарчук, который презентовал свой фильм. То есть люди ходили, смотрели кино, знакомились с режиссерами, с актерами. Была также, я же говорю, дискотека, в которой ты мог пойти в любой момент послушать музыку. Там топовые диджеи, певцы приезжали с разных стран, делали концерты. Каждый день он был закреплен за каким-то континентом. То есть и они вот, был посвящен день одному континенту, второму, третьему и так далее. Помимо этого также были у нас театральные показы. То есть приезжали театральные группы, которые показывали различные спектакли. Там Евгений Онегин был. Мюзикл ставили на подмостках. Ребята собрались сами, его сделали. То есть это какие-то вещи, которые, то есть оно происходило, как-то ты узнавал о мероприятиях, вот в ходе. Не тяжело было все, все вот это вот узнать, всю эту информацию, которая происходила. И ты не понимал, куда идти. Мы с утра каждую, даже не с утра, мы поздно ночью садились с ребятами, с компанией нашей. И просто сидели, составляли список, куда вам кто идет. Для того, чтобы просто не забыть. И мы в телефоне себе записывали в заметках, во сколько лекция, куда идти, как туда попасть. И кто там с нами идет туда. И мы находились так и ходили. Возможно, информация нуждалась в обновлении после похода на дискотеку? Да нет, вы знаете, все было на самом деле настолько прилично. Нельзя сказать, что я там удивлен, что это было прилично. Правда, это было, ну, то есть как-то вот люди отдыхали. Я в очередной раз хочу сказать, что для того, чтобы отдыхать, не нужно принимать какие-то там стимуляторы отдыха, назовем их так. Все было очень хорошо, люди наслаждались. Я говорю, симфонический оркестр был. Я никогда в жизни бы не подумал, что столько людей придет слушать, как играет симфонический оркестр вживую. Была забита просто площадь. Я, ну, то есть там по моим скромным подсчетам, наверное, 8-9 тысяч человек было на площади. Вечером было прохладно, но люди стояли и смотрели, то есть слушали концерт от и до. И это молодежь, которой действительно это интересно. И самое, мне кажется, важное, что произошло на этом фестивале, молодежь всех стран мира доказала, что главное для них – это не развлечение, а это обучение. Потому что люди, еще раз говорю, не прожигали время. Они ходили на лекции, они узнавали что-то новое, они делились своей информацией, которую они могли узнать, которую могли получить. Очень много молодежи приходило, рассказывало, были спикерами. То есть они рассказывали о том, как они добились успеха. Не просто там, не знаю, вот я стал, например, известен благодаря тому, что я веду какой-то, не знаю, там, блог в Телеграме. И я, почему так произошло, ну, потому что так случайно произошло. Нет, люди рассказывали о том, как они к этому шли, что они делали для этого, давали советы другу. И это было как общение между друзьями, которые, ну, то есть приятелями, которые друг другу что-то советуют. И на самом деле мне очень понравилось, я был на лекции, когда спикер, ну, то есть была лекция Германа Грефа, которая рассказывала о том, что надо работать. Для того, чтобы что-то достичь, надо работать. Надо не спать, надо работать по 18 часов в день. Тогда у вас что-то там получится. Тогда вы действительно сможете через определенное количество времени сказать, да, я чего-то достиг и ставить перед собой какие-то новые цели. И на самом деле это прекрасно, что подобного рода фестивали существуют. И мне кажется, что Россия в очередной раз доказала, что она способна принимать такие мероприятия у себя и показывать, что это не край, где ходят медведи с балалайками и играют в тетрис. Очень много на самом деле ребят с Африки. Мы просто общались, они делились впечатлениями. Ну, то есть вот ребята с Канады тоже рассказывали, что они когда ехали, их там предупреждали родные, что будь аккуратней. Это очень... Да, да, да. То есть было полностью... Это просто... Мы смеялись, потому что действительно это было смешно, то, что рассказывали люди, которые когда-то что-то где-то слышали о России. Это правда было забавно, когда люди говорили о том, что вот будь аккуратен, это очень криминальная страна. Тут очень много людей, которые тебе там украдут все сразу же, как только ты ступишь с трапа. Там дикие медведи и животные и прочие ходят по улицам. Там... Встречали в Сочи медведи и диких животных? Да, плюшевых больших. Диких животных, чаек встречали только. Ну, и в общении, на самом деле, с ребятами с разных стран мы... Было приятно, на самом деле, что, наверное, процентов 80, с кем мы знакомились, даже с африканских стран, с азиатских, они знали, где Молдова. То есть когда мы с ними общались, они говорят, да, мы знаем, Молдова это между Украиной и Румынией, маленькое государство, мы знаем. И это было, на самом деле, приятно. Те, кто не знал, узнавали о нас. У нас была экспоточка, где мы рассказывали про нашу республику, где мы дарили сувениры. То есть у нас танцевали хору все вместе. Мы танцевали одну из самых, я думаю, больших хор, которая была возможна на той площадке, где мы это делали. То есть мы старались максимально показать колорит нашей республики, показать, что у нас есть молодежь, и эта молодежь талантливая, и она может делать очень разные вещи. Вот по тому резонансу в мировой печати, который уже, так сказать, прошел после саммита, после фестиваля в Сочи, стало понятно, что для многих делегатов, делегаций, вот эта поездка стала, вот как правильно вы говорите, открытием для них России, потому что многие даже ехали специально, чтобы понять, что же такое Россия, увидеть своими глазами, побороться, может быть, с этими внутренними стереотипами. Вот эта поездка для нашей делегации, чем она стала, открытием чего? Я думаю, в первую очередь она стала открытием самих себя, для ребят, потому что у нас было определенное количество людей, которые в первый раз выезжали за территорию Молдовы, для них это была первая поездка куда-либо за границу, для многих это был первый полет на самолете, это тоже, на самом деле, мне кажется, такой запоминающийся момент. И я скажу, что, во-первых, надо еще раз отдать должное и поблагодарить нашего президента Игоря Николаевича Додона за то, что он поддержал Национальный подготовительный комитет, поддержал идею формирования делегации от Республики Молдова. Нас ни много ни мало, я говорю, было больше, чем 300 человек. Мы были в топе по количеству заявок. Мы смогли рассказать, мне кажется, всем об этом фестивале, кто проживает на территории Республики Молдова. И на самом деле, если бы не его поддержка, я думаю, что на фестиваль поехала бы крайне ограниченная группа людей, потому что это деньги, это большие деньги туда долететь, до Сочи. И наши делегаты, это были разные люди, абсолютно разные люди. Были люди, которым вот-вот исполнилось 18, были люди, которым уже скоро 35. То есть были люди, которые на начале только своем пути, карьерном становлении себя как личности. А были уже сформированные ребята, которые уже давно, не знаю, владельцы бизнесов, компаний, работники определенного рода структур. То есть у нас в делегации были даже и депутаты парламента, и муниципальные советники, и помощники депутатов, и ученые, и журналисты, то есть и обычные студенты, спортсмены, певцы, с Академии наук были люди. То есть это на самом деле у нас была настолько широкопрофильная делегация. И на самом деле мы, наверное, были, в чем был плюс, мы не кучковались. Вот это, наверное, самое важное. То есть мы не ходили организованно, вот только там вышли все организации. И пошли куда-то. Мы, то есть когда... Были такие примеры там? Да, например, то есть там можно выделить, не знаю, то есть Белоруссия ходила всегда вместе. То есть ребята из Белоруссии, там Азербайджан плюс-минус всегда ходил вместе. Армения ходила вместе. Мы, то есть у нас было каждый день, мы договорились о том, что мы собираемся в определенное время. Благо 21 век. Мы, у нас был, в соцсетях были чаты, где мы доносили до ребят определенную информацию, которую им нужно знать обязательно, где им надо быть. Мы переписывались о каких-то, то есть мы давали ребятам свободу. Я единственное, что на первой встрече сказал, попросил всех участников о том, что постарайтесь максимально посетить больше лекций, узнать нового, что-то для себя полезное взять с этого фестиваля, помимо того, помимо развлечений. И передать это здесь на месте кому-то другому, для того, чтобы он тоже это узнал. И меня правда удивляло то, что ребята просто помогали, скажем так, в организации, потому что мы там больше организаторы, кто был на месте в Сочи. Мы занимались больше орг-вопросами. То есть я там, когда у меня было время выбегать куда-то там, посетить какую-то лекцию, я сразу бежал. Я не шел ни на обед, ни на ужин, я бежал куда-то сразу что-то, какую-то лекцию посетить, потому что это было важно для меня в тот момент. Многие очень делегаты открылись для меня с другой стороны абсолютно. То есть ребята, которые были там замкнутые и стеснительные в Сочи, открылись, познакомились с огромным количеством людей, обменялись контактами. Конечно, ребята, которые были в региональной программе, им повезло еще больше. То есть они смогли познакомиться и там. С такой географией. С географией, да. И в своем регионе, познакомиться с людьми, которые ездили с ними в этот регион. Потому что не только Молдова участвовала в региональной программе, то есть там порядка 150 государств принимало участие в региональной программе, И каждый хотя бы одного-двух делегатов туда отправлял. Представьте себе, 100 человек, например, было в Красноярске. Практически целый самолет должен быть. Да, но это был целый самолет. То есть небольшой самолет, их вот везли, забирали и отвозили напрямую потом. То есть они 100 человек, которые были 3 дня друг рядом с другом, они познакомились там с разных стран абсолютно. И приехали на фестиваль, они уже какой-то, какая-то у них своя, скажем так, тусовка была. И потом они на фестивале еще с кем-то знакомились, обменивались контактами. Вот они сейчас поддерживают связь между друг другом. Это прекрасно на самом деле. Потому что правильно, как вы сказали в начале передачи, этот фестиваль, он замечательен тем, что сегодня мы сидим с вами за одним столом, обсуждаем, куда мы пойдем на какую лекцию завтра, пьем вместе, не знаю, чай, кофе и на берегу моря разговариваем о чем-то прекрасном. Завтра уже мы представляем наше государство на высоком уровне и вспоминая то, что происходило, как мы сидели за одним столом в каком-то кафе. Стануете ближе. Нам легче обсуждать, нам есть, что вместе вспомнить, нас уже что-то связывают, мы где-то вместе были. Вот, например, была история, когда на фестивале встретились участники, опять же, с 57-го года. Женщины, мужчины, они встретились на этом же фестивале с разных стран. Он откуда-то с Азии, она из Болгарии, если не ошибаюсь. Они встретились на фестивале, они не видели друг друга огромное количество времени. И они встретились им, то есть они помнят о том, что было, как это было. И это история. Да, удивительно. Ну, если еще поговорить о нашей молдавской делегации, удалось вот внутри делегации пообщаться с большинством из ребят и почувствовать, ну, не знаю, единение того, что мы принадлежим, в принципе, одному государству, да, в общем-то, я знаю, что в состав делегации входили ребята из Приднестровья. Было ощущение, ну, не знаю, такого, мягко говоря, не отторжения, а может быть, каких-то вот особенностей взаимоотношений? Ну, смотрите, те ребята, которые были в нашей делегации из Приднестровья, у нас с ними никаких проблем не было, мы общались абсолютно нормально. Нам еще раз, то есть я хочу об этом сказать, мы говорили, мы очень много на самом деле обсуждали Приднестровский вопрос, часто о нем говорили мы. И мы пришли к тому, что конфликта никакого на уровне людском нет. То есть мы нормально друг с другом общаемся, у нас нет никакой злобы, вражды друг другу, мы не делим себя на приднестровцев, молдаван, русских, евреев, украинцев и так далее. Мы этим не занимаемся, мы должны жить вместе, для того, чтобы вместе мы жили лучше. Вот цель какая. У молодежи, на самом деле, мне очень радует, что есть там ребята, которые понимают прекрасно, что это политика, которая только вредит населению как правого, так и левого берега. Нас искусственно пытаются поссорить. И не надо этого делать. У нас есть очень много примеров того, как это происходило, к сожалению, начиная от Югославии, заканчивая недавней ссорой на Украине. Это не нужно. Мы молодежь, мы приехали на фестиваль молодежи. Это там не место политики. Мы не должны делать политику там. Мы должны делать что-то вместе с разных стран абсолютно, для того, чтобы из этого получилось что-то новое. Дать виток новому развитию мирового, скажем так, спокойствия, геополитического порядка, если это можно так назвать. Вот и все. Мы общаемся на людском уровне. Если мы хотим что-то обсудить, для этого, мне кажется, есть лучшие примеры, чем говорить это на камеру. То есть сесть спокойно, поговорить, объяснить, рассказать друг другу о проблемах, с которыми сталкиваются. На самом деле, проблемы-то у нас с ребятами с левого берега одни и те же. Молодежь уезжает, перспектив нет. И надо что-то делать. Надо поднимать страну с колен. Потому что уже все устали. Так что мало мы чем отличаемся. Мы одна страна и один менталитет. Весь мир облетели кадры, когда закрывался фестиваль, вышел на сцену президент Российской Федерации Владимир Путин и закончил свое обращение к участникам фестиваля на английском языке. Но вначале у него было такое выражение, что здесь присутствует настоящая энергия молодых. Вот было ощущение того, что в эти дни город Сочи жил этой энергией. Что эта энергия давала возможность рождения чему-то новому. Новым каким-либо проектам, которые впоследствии могли бы стать техническим решением, политическим решением, культурным решением. Ну, смотрите, во-первых, два раза был Владимир, три раза был Владимир Владимирович Путин на фестивале. То есть один раз он был на открытии, один раз он был на закрытии, один раз он никого не предупредив, пришел просто на площадку фестиваля. В кафе, кажется, кто-то зашел. В кафе, да, пришел к ребятам. Мягко говоря, все были удивлены, потому что я об этом никто не знал. Потому что ребята из соцсетей просто видели, что зашел в кафе президент. И у нас был, то есть товарищ у нас был в этот момент, он просто зашел пить кофе туда. Он говорит, я был, он, то есть он из Замбии, он рассказывал о том, что, говорит, я никогда не думал вообще в жизни, что вот президент может просто зайти и попить кофе с ребятами, там чай за одним столом, поговорить о каких-то вопросах, обсудить какие-то проблемы, выслушать, которые есть. Ну, вот так возможно. То есть это не только пример. Наш президент точно так же делает. Он тоже открыт для молодежи. Молодежь могла убедиться, это когда был предфестиваль. Игорь Николаевич приезжал к нам на предфестиваль с напутственным словом для молдавской делегации. Очень все было тепло, то есть насколько это возможно. Президент показал еще раз, что он полностью поддерживает молодежь и готов с молодежью реализовать проекты, которые она будет предлагать. То есть об этом Игорь Николаевич Додон говорил неоднократно. Касаемо площадки фестиваля, вот, например, мы встречались, у меня была встреча с губернатором Владимирской области, так как мы сотрудничаем уже на определенное количество времени с ними. И сейчас мы договорились о том, что мы обменяемся делегациями молодежи. Молодежь Владимирской области приедет в Молдову и молдавская молодежь приедет в Владимирскую область. То есть на несколько дней просто для того, чтобы познакомиться с культурой, с молодежной политикой наших стран, для того, чтобы узнать поближе ребят и понять и разрушить стереотипы тех, которые существуют. И также о примерно таком же проекте молодежном мы договорились с молодежным правительством Корчаева-Черкесии. Ребята хотят сотрудничать с нами, молодежь российская. Они видят в нас перспективу для себя, и мы видим перспективу для нас в них. То есть в очередной раз могу сказать о том, что на сегодняшний день наш, как уже миллион раз было сказано, наш стратегический партнер Российской Федерации. С точки зрения молодежи это точно так же и есть, потому что мы говорим на одном языке с ними, пускай может даже с акцентом не очень хорошо, но мы говорим с ними на одном языке, и нам легче с ними общаться. У них есть очень много различных практик, проектов, которые можно и нужно реализовывать в Молдове. К сожалению, с 2009 года в нашей стране нет молодежной политики, и ей никто не занимается. Та молодежь в 2009 году привела к власти, нынешнюю власть, извините за тавтологию. И вот ровно с 2009 года власть никаким образом на молодежь не смотрит. Не благодарила эту молодежь. Да, и не то, что даже это благодарила, нет никаких проектов, ничего не реализуется. Большой отток молодежи из нашего государства, это ненормально то, что происходит. И мы должны сейчас, если никто это не делает для нас, значит мы должны это реализовывать сами. Потому что есть очень много, правда, талантливой молодежи, которая хочет что-то делать для этой страны. Они не хотят уезжать, но каждый хочет что-то кушать. И это печально, когда так происходит. И на самом деле, я еще раз повторюсь, что прекрасно, что сейчас нам есть на кого положиться. Сейчас огромное количество молодежных инициатив идет от администрации президента. И это правда радует, начиная от стажировок, которые проходили в администрации президента, заканчивая фестивалями для молодежи. То есть это правда прекрасно, что начали слышать, видеть и делать что-то для молодежи. Помимо российской делегации, кто еще проявлял интерес к нашей делегации, к Молдове, к стране, к Молдове, в которой представляли молодые люди из нашей страны? Вы знаете, у нас была очень странная, но очень интересная встреча с представителями Северной Кореи. Вообще Северная Корея на этом фестивале была интересна для всех, потому что закрытое государство. Ну то есть странно видеть, это было удивление вызывало, что и делегаты приехали на всемирный фестиваль. Но вот когда Северная Корея проходила возле стенда Молдовы, они остановились. Они сказали, что мы знаем вас, мы знаем вашего президента. И мы сфотографировались на фоне молдавского флага, они пригласили нас к своему стенду, мы подошли, мы обменялись мнениями, они нам подарили сувениры, мы обменялись сувенирами. И это было очень интересно. Они рассказывали о жизни у себя, мы рассказали о нашей молодежной политике. Это правда очень приятно было, что так люди нас узнают. Очень много на самом деле, ну то есть я не говорю, что там европейские страны к нам подходили, ребята с Болгарии, с Румынии, с Австрии. К нашему стенду фотографировались, общались с нами, танцевали вместе с нами хору. Все Балканы мы подтянули на танец. Ну то есть никому не надо рассказывать, как это танцевать, послышишь музыку и танцуешь. Ну то есть понятно, мы всегда рядом, наш стенд был рядом с Арменией, с Азербайджаном, был недалеко стенд Белоруссии. Мы всегда рядом, все подходили, общались с нами, все было хорошо. Понимаю. Ну вот помимо фестивальных мероприятий удалось познакомиться с самим городом Сочи, узнать его поближе, как-то ощутить его атмосферу? Я в Сочи не в первый раз я там был, то есть я честно говорю, я площадку фестиваля не покидал, потому что было огромное колоссальное количество работы, которое надо было делать для делегации, связанной там с аккредитацией, расселением, заселением, билетами обратно и так далее. То есть мы, я 24 на 7 работал там. Ребят я ребятам рекомендовал, то есть у нас очень многое поехало, посмотрело Сочи в центр, на набережную, на вокзал морской. Многие съездили на розу хутор, посмотрели горы кавказские, потрогали снег, погуляли по лесам. То есть все было на самом деле и культурная программа, как на фестивале, так и вне его. То есть мне кажется, все получили колоссальное удовольствие. На самом деле я вам хочу сказать, что я проверял большинством участников нашей делегации. И мне было просто правда самому интересно, я спрашивал, ну как, когда мы летели обратно, как прошло, что понравилось, что не понравилось, какие минусы. И практически все говорили о том, что были минусы. Да, какие-то там тут кому-то что-то не понравилось, как с ним, кому ответили. Кому-то не понравилось, как там где-то ему что-то сказали, что-то показали. Не попал, попал. Ну то есть всегда есть люди, которым что-то где-то может быть не понравилось. Но все сходились во мнении, что это лучшее, что с ними происходило пока в их жизни, потому что на подобного рода фестивалях никто никогда у нас не был. И люди были под впечатлением от того, насколько все продумано для человека, чтобы ему было комфортно находиться на фестивале. Для каждому, вы только вдумайтесь, каждому участнику раздали мобильный телефон и карточку для того, чтобы он мог быть на связи и фотографировать все, что происходит на фестивале. Это помимо того комплекта… Я еще раз напомню, там порядка 30 тысяч людей. Да, да, и в какой-то момент закончились фестивальные телефоны. И организаторы поехали и докупили другие телефоны, чтобы раздавать. То есть это все отношение к человеку. То есть двигали обеды, ужины для того, чтобы люди успели поесть. Всегда был выбор еды, напитков и так далее. То есть максимально старались сделать все, чтобы участникам понравилось, они чувствовали себя комфортно. Была куча велосипедов на территории, когда ты мог брать велосипед бесплатно и кататься просто или доезжать до точки, куда тебе надо. То есть все было комфортно, были куча развлечений. Давали билеты даже в парк аттракционов бесплатно, чтобы в какой-то из дней вы могли пойти покататься на парке. Вот вопрос такого рода. Ни у кого не возникало мысли, идеи о том, что вот такая форма жизни, которая возникла вот в эти дни, недели этой жизни в Сочи, вот на этих объектах олимпийского назначения до того, как они стали, так сказать, столицей вашего молодежного фестиваля. Вот не было идеи, что вот именно такой мир хотелось бы сформировать без границ, без внутренних или внешних конфликтов, когда просто интересно и главное очень полезно жить. Вы знаете, мы опять же очень много, все общение происходило у нас по вечерам. Мы вот садились с ребятами, общались по вечерам на тему того, как строится политика и глобальная, и местная в наших государствах. И мы приходили к тому, что надо в нынешнем мире переставать думать о том, чтобы куда-то влиться, куда-то войти, с кем-то большим каким-то братом сотрудничать. То есть мы, надо вести себя по-братски. Вот тогда отношение между странами, между людьми будет абсолютно другое. То есть не надо приходить и навязывать друг другу свои устои. Тогда ничего не выйдет из этого. Мы видим печальный пример, который сейчас происходит с Европейским Союзом. Потому что на протяжении определенного количества времени политику навязывали два или три игрока. И это сейчас не нравится странам, которые там живут. И мы, общаясь с молодежью, например, с ребятами из Австрии, из Болгарии, с нашими товарищами, мы просто обсуждали, как у них это проходит, как им живется. И они, мягко говоря, недовольны. Мы общались с ребятами из Сербии, общались с ребятами из Польши. Они, ну как вам сказать, мягко говоря, они не хотят так жить. То есть продолжение той политики, которая сейчас проводится. Да, они говорят о том, что нам на самом деле интереснее, выгоднее для государства и для нас, это жить независимым государством, просто имея партнерские отношения с определенными странами. Потому что они от этого не выигрывают. То есть они сейчас... От сегодняшней ситуации страдают. Да, сегодня на самом деле так посмотреть, но вот ребята, например, из Австрии, они очень против того, что происходит в Европейском Союзе, касаемо линии миграции, касаемо рабочих мест, касаемо налогов, которые они платят. И это все надо пересматривать. Это выходит из той политики, которую проводят Европейский Союз на территории. То есть направления-то у всех одинаковые. И есть разные идеи, то, как формировать этот мир геополитический. Но вы правы абсолютно в том, что нам нужно пересматривать отношения между государствами. Не надо злиться, не надо агрессивно на кого-то нападать. Надо просто дружить со всеми. Постоянно искать врага. Абсолютно верно. Нажить дивиденды. Понятно, что когда есть против кого-то, дружить всегда удобнее. Но я думаю, что нам, тем более Молдове, надо дистанцироваться. Нам, насколько это возможно. Нам надо выбрать себе друзей, с которыми нам удобно. И исторически, и экономически, и культурно, и так далее. И сотрудничать со всеми. И с Западом, и с Востоком. Тогда нас, только тогда нас ждет успех как государство. Никита, спасибо за рассказ вот такого, не знаю, почти дневникового характера. Отчет, проведенный в днях в Сочи. Мы тоже ввели свой видеоотчет. Наши коллеги телеканала ЧНТ были участниками делегации. Спасибо им за те материалы, что они нам присылали. И телезрители смогли воочию сами увидеть, как это было интересно. Но мы с удовольствием продолжим этот разговор в других эфирах. И по возможности будем собираться за этим столом, для того, чтобы обсуждать проблемы, которые были подняты в Сочи. И которые, возможно, станут продолжением каких-либо инициатив наших молодых делегатов и молодежных организаций. Представителей, которые были в Сочи. Спасибо вам. Спасибо. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был председатель делегации Молдовы на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Никита Цуркан. Следите за нашими эфирами. Будет интересно. Всего доброго. Сочи. Сочи. Субтитры подогнал «Симон»